Итак, это анализ рынка 1 декабря 2022 года, время 7 часов 40 минут по МСК. И рыночный фон на сегодня такой. Азия в плюсе, фьючерсы США и ЕС на уровень вчерашнего значения, не в микроминусе. И фон на сегодня в целом нейтральный, поэтому по российскому рынку акции ожидаю хода торгов по индексу МВБ в диапазоне 2171-2186 пунктов. В большом волатильности, повторяюсь, сегодня не будет. К тому же подписчики задавали по утру вопрос, мол, вчера была пресс-конференция главы ФРС Жерома Паула, мол, может ли это как-то повлиять на российский рынок? Никак. Никак это на российский рынок не повлияет сегодня. У нас, по большому счету, тут своя игра. На нашем рынке иностранцев нету, поэтому и излишней волатильности в виде влияния внешних макроэкономических факторов мы не увидим. Далее я бы хотел обозреть вчерашнюю пресс-конференцию Джерома Паула под следующей эгидой о том, что ФРС готов обвалить индекс доллара путем снижения процентной ставки. И это не кликбейт, это факт. Ну и зачитаю я вам данные события из нашего телеграм-канала, который вы можете найти всегда в описании под каждым видеороликом в первом пункте телеграм-канала в пункте телеграм-канала про рынок акций. На него вам рекомендую подписаться, чтобы быть в курсе всех событий. Информация, выходящая там, задержка во времени поступает на YouTube. Первое. Есть смысл замедлить повышение ставки уже в декабре. Второе. Уместно продолжать повышать ставку. Третье. ФРС задержит ставку в ограничительной зоне некоторое время. Четвертое. Продолжающееся повышение ставок будет способствовать снижению инфляции. Пятое. Инфляция жилищно-коммунальных услуг должна начать падать где-то в 2023 году. Шестое. ФРС вероятно понадобится несколько более высокие ставки в 2023 году, чем предполагалось в сентябрьских прогнозах. Седьмое. Слишком рано объявлять потребительскую инфляцию побежденной, но если тенденция сохранится, то падение цены товара окажет понижение, понижательное давление на общую инфляцию в ближайшем месяце. То есть здесь посыл ФРС следующий. Что мы повышать ставку не будем, не планируем, но вынуждены рынок и его ожидания держать в узде. То есть ФРС всей своей интервенцией, Джером Пауэлл, он пытается удержать влияние ожидания рынка по отношению к ФРС. Потому что, повторюсь еще раз, центральным банкам важно доверие со стороны рынка в их адрес. Потому что если рынок не будет доверять центральным банкам, участники рынка побегут хаотично покупать тельные защитные активы. Металлы и прочие в этом духе. Физактивы. А это уже рыночный хаос. То есть регулятор обязан быть в любом случае на рынке. И из всей этой риторики вчерашней можно подвести логическую причинно-следственную цепочку событий. О том, что потолок повышения ключевой ставки это 4,5% плюс-минус, может даже чуть повыше, не играет роли. Но то, что говорят некоторые участники рынка, что ставка будет по 7, по 8, по 10%, это неправда. Потому что широкие массы, именно банки, инвестбанки американские ожидают снижения ключевой ставки уже в следующем году. И именно они делают погоду на макроэкономических поприщах рынка. И ФРС потом уже следует в рамках их ожиданий. То есть вообще американцы не будут сейчас предполагать любые действия в адрес снижения цены на нефть. Когда инфляция в этом факторе будет снижаться, и между прочим, по итогам ноября мы получим снижение инфляции по отношению к отчетности за октябрь. Почему? Потому что нефть в моменте ходила на 80 долларов за баррель. И это так или иначе сыграло позитивную динамику в адрес потребительской инфляции во всем мире, ну и в том числе в Америке. Поэтому на будущем состоянии ФРС мы будем все больше, больше, больше наблюдать глубины риторики. Что, мол, да, инфляция падает, да, мы будем замедлить повышение ставки, ну и прочее в этом духе. И, соответственно, вчера на это событие, и, в принципе, вчера индекс доллар на это событие отреагировал максимально позитивно путем того, что начал падать. Смотрите, индекс бакс торгуется на уровне Яма-9 по месячному графику. Это лишь подтверждает ровно те мысли, которые я им озвучивал еще два месяца назад, что индекс бакса обречен упасть. Помимо того, что он перегрет, поднимать слишком сильно ключевую ставку не получится у ФРС. Тем самым, когда он будет падать, металлы будут расти по этому ставку. Я делаю на металлы. Ну и что происходит, в принципе, вот видите. Металлы прям быкуют, будь здоров и не кашля, как говорится, да. У меня, напомню вам, еще раз имеется инструмент золото-рубль. Чемпопозже опять на него перейдем, технически картину в нем рассмотрим. Так что, пока индекс бакс будет торговаться на уровне Яма-9, 105,5 пункта, но небольшое примечание, если эту поддержку он не удержит, он улетит сюда. На линейную поддержку уровня 98 пунктов, на алгоритмическую поддержку 98 пунктов медиальной полосы Бонжер. Потому что основная погода экономического толка будет решаться в декабре со стороны ФРС. И очень вероятно то, что глубинная риторика будет только нарастать. Поняли смысл, да? То есть тут необходимо обращать внимание на сентимент толпы. Сейчас многие участники рынка, я не говорю про российских, мы их вообще не берем в приоритет. Берем участников рынка иностранных, то есть американцы, европейцы, азиаты и прочее. Они все в своих прогнозах ожидают снижения ключевой ставки в рамках снижения инфляции. И эти прогнозы не будут видоизменять. Почему? Потому что они сейчас диктуют правила на рынке. И под эти правила по факту подстраиваются ФРС. Поэтому если под эти правила не подстроиться, соответственно, и можно потерять всяческое доверие со стороны рынка. Чего ФРС делать не хочет. Вот. Так что все внимание за поддержку Яма-9. В среднесроке все равно будем продолжать падать. Я еще раз напомню, цели 98, 89 и потом 79 пунктов по инсубаксам получим. Тем самым цены на металлы будут активно расти. На что я делаю так или иначе среднесрочную ставку. Что касается Трежери с гособлигацией США на минированных долларах. Есть та же самая картина. Первая цель падения это 3,27% годовых в долларах. И внимание. Когда будет прибавить уровень Яма-9, целью будет дальше Яма-200, 2,77. Потом целью будет уровень 1,95 и целью будет уровень 1,25. То есть к 1,25 скоро придем. Это ознаменуется тем, что просто обвалится доллар. И в данном видеоролике, который я назвал и опубликовал 3 октября, крах Европейского союза еврозоны, покупатели евро, как США будут нагибать весь мир. Я напомню вам еще раз, опубликовал ту макроэкономическую цепочку событий, по которой США будут весь мир по факту нагибать. То есть давайте без этой пропаганды, без чуши, без мозгообтирательства будем смотреть на вещи по факту. США будут нагибать весь мир путем девальвации доллара и многие валюты западных стран. Они будут револютироваться, то есть расти. Внутренние производства там будут в них загибаться. И чтобы спасать внутреннее производство сателлитов Америки, будут приходить на эти территории сателлитов американские компании. Они будут открывать свои представительства, дочерние фирмы, прочие в этом духе. Поняли смысл? То есть трансконтинентализм оборот набирает и будет набирать. Но нам это выгодно чем? Тем, что индекс бакса обвалится, металлы вырастут. Ну, по крайней мере для меня, на что я ставку сделал. Поэтому я сижу и не дергаюсь. И данное видео я вам так иначе рекомендую посмотреть в любом случае. Далее самая важная новость, на которую я ваше внимание акцентирую. Смотрите. Помните, я раньше вам говорил, что ЦБРФ обречен запустить печатный станок, потому что положение дела в экономике, кто бы вам что ни говорил, оно херовое. По факту. То есть я не армагеддончик, я и не эйфорийщик, я просто трезомыслищий, критический мыслищий человечек. Да, и не более того. И понимая основы экономики, понимая, как устроен государственный бюджет, понимая, как сырьевые рынки влияют на формирование прибыли и доходностей в Российской Федерации, я прекрасно понимаю следующую вещь, что ЦБРФ обречен запустить русское КУЕ, так называемое. Русский печатный станок, который в дальнейшем будет влиять на инфляцию рублевую негативным. И обратите внимание. Во-первых, я еще раз напомню, что данную новость я буду зачитывать с нашего телеграм-канала. Первый пункт телеграм-канала, пункт А, телеграм-канал про рынок акций, на который я вам рекомендую подписаться. Описание, данная ссылка на телеграм-канал имеется в описании под каждым видеороликом. И, соответственно, вышла недавно информация, новость о том, что Минфин разместил государственный блок с рекордным спросом. В результате были размещены облигации номинальным объемом более 820 миллиардов рублей. При исторически рекордном совокупном спросе инвесторов он стал 1-2 триллиона рублей. Кто покупает гособлигации, покупают государственные банки. Это первое. Второе. О том, что ЦБРФ запустит печатную ссылку, я говорил вот в этих видеороликах. Первый видео называется «Добыча нефти в России будет падать». Акции «Газпром», «Татнефть», «Лукойл», «Новатэк» обвалились в долларах. Тут я рассказывал механизм того, как будет центральный банк влиять на ситуацию. Второе видео было «ЦБРФ обвалит рубль, как спасать накопление». Тоже продолжение этой темы я озвучивал. Четвертое, а точнее третье видео. ЦБРФ гробит российскую экономику. Он реальную экономику гробит, по большому счету. И самое важное видео, вот это видео, которое я публикал 3 ноября. «Обвал рубля близится, доллар по 100 неизбежен, как спасать накопление». Тут я указал чисто макроэкономический механизм «Авантюры», «Минфина» и «ЦБРФ». То есть в этих четырех видеороликах я вам озвучил ровно то, что вчера опубликовал. Ровно то, что вчера на средства массовой информации нам пришло. То есть станок рублевый печатный запущен. Причем пока неизвестны объемы запуска печатного станка. То есть на какую номинальную сумму ЦБ запустил его. Пока неизвестно. Это надо понимать. Первое, третье. Смотрите. ЦБ работает по следующей схеме. Он печатает рубли, отдает их банкам. Банки на эти деньги покупают облигации федерального займа. Ну, гособлигации РФ. Которые выпускает в Министерстве финансов. Тем самым эти деньги через покупку УФЗ поступают в государственный бюджет. И потом эти деньги перераспределяются по экономическим секторам. То есть тем самым пытаются избежать государственные деятели дефицита федерального бюджета. Но я еще раз напомню, что это патовая ситуация. Почему? Потому что государственные банки вечно покупать УФЗ не будут. Бабла не хватит. Ни своего, ни чужого. Видится БРФ. Потому что чем вы больше будете печатать рубли, тем вы сильнее будете разгонять инфляцию. А инфляция будет влиять так или иначе на валютные курсы. Понимаете, вот чем сейчас все это чревато? Обвалом рубля на самом деле. И что я еще хочу, чтобы вы понимали. Вот это мартовский фьючерс. Си. Пара рубль-доллар. Я его опубликовал 28 ноября. По-моему, в понедельник. Объемы колоссальные проходят. В этом фьючерсе. То есть кто-то на кого закупает позицию. И это по большому счету даже для меня, к примеру говоря, является сигналом к тому, что крупничок в позицию входит. Я прекрасно понимаю, что сейчас удерживают в узком боковике курс пары рубль-доллар не просто так, потому что всегда из России капиталы вывозились. Это было при царской власти, при советской власти, при текущей ситуации. Соответственно, в России деньги, они в принципе-то и в истории никогда не инвестировались. Разве только что при эпохе Иосифа Сталина в 30-е годы, когда американцы нам снабжали свои производственные мощности, которые в дальнейшем интегрировались в советскую промышленность. Только в этом периоде времени плюс-минус страна как-то развивалась. Но в остальное время бабки все вывозились за рубеж на свои предпочтения, скажем так, свои нужды, тех, кто их выводит. Поэтому моя стратегия остается неизменной, о чем я также вчера написал. Мне как-то пофигу на многие факторы, да. Я в валюте и валютных активах. Жду доллар по 75-80, евро по 90, юань по 15, золото-рубль в районе 4400-4600 рублей за грамм. В общем, картина прежняя. Но все, о чем я озвучил ранее, вот вчера мы сигнальчик-то получили. Печатный санок рублевый запущен. А по-другому нельзя было. Сами понимаете. Доходы государства снижаются, и как-то нужно экономику поддерживать на плаву. Даже путем печатания рублей. Что, повторюсь, в дальнейшем все равно повлияет на инфляцию. И сразу встает закономерный вопрос. Когда начнется процесс роста рублевой инфляции, как будет поступать центральный банк? Учитывая специфику и динамику того, как центральный банк поступает всегда, он поступит ровным счетом, как и раньше. Подняв ключевую ставку. Ну, представьте такую картину. Допустим, под какому-то боку-припеку будет инфляция расти. Мы с вами понимаем, почему она будет расти. За счет запуска печатного станка рублевого. Многие этого понимать не будут. Это 100%. Соответственно, многие будут оперировать чем? Тем, что, мол, ставку поднимают. Зачем мы не понимаем? Зачем это надо? Ответ просто, повторяюсь, печатный станок запущен. Соответственно, как поступит СБР в такой ситуации? Поступит логично, лаконично, как всегда. Поднимет ключевую ставку. Как это повлияет на облигации федерального взаима ОФЗ 26-го кода? Обвалится постоянным купонным доходом ОФЗ 29-го кода. С переменным купоном доходом будут расти. Поэтому скоро по ОФЗ, про что я еще неоднократно буду в видеоролике делать, индекс RGBI скоро будет пробивать вот эту уровень 133.40. Нижнюю грань этого нисходящего тренда. С выходом уже на 145 и на 158. За счет роста номинальной стоимости облигаций 29-го кода. То есть, переменного купона дохода. Отвечая на вопрос, стоит ли покупать эти облигации здесь сейчас, я лично пока их не беру. В принципе, считаю, что рановато. Но я понимаю, что отголосок, вот эти все действия Центрального банка мы получим на горизонте первого квартала. Если мои мысли все-таки отработаются, ну, как сказать, осуществятся в виде того, что кто-то покупает мартовский фьючер сейчас, огромный объем идут, и доллар выстрелит вверх на уровень 75-80, даже может 90, то это будет лютый удар по рублю. То есть, инфляция будет уже и без того галлопирующей расти. И поэтому где-то на горизонте первого квартала мы подобное движение можем получить. То есть, мы не обязаны получить, но мы можем его получить в соответствии с теми макроэкономическими и биржевыми факторами, которые я вам сейчас в этом видеоролике и во все предыдущие видеоролики озвучивал. Поэтому где-то на горизонте января можно будет эти облигации ОФЗ-29 года рассматривать себе в портфеле. Но, повторюсь, пока еще рано. Пусть месяц эта ситуация на плаву подержится, а дальше я буду смотреть по ситуации. Что касается событий рынка, с ними пока я закруглюсь, потому что все необходимое озвучил. ФРС, ЦБРФ и прочие в этом духе. Перейду сразу к нефти. Смотрите, нефть сейчас штурмует уровень Ямай-9. То, о чем я вам ранее говорил, что, во-первых, в воскресенье состоится заседание ОПЕК+. Это выходной день. Скорее всего, ОПЕК там добычу снизят либо на 2, либо на 4 миллиона баррелей в сутки. Но мои мысли про ОПЕК вы знаете. Они сами себе будут выстреливать ногу, потому что во всей этой нефтьюной баталии, я по факту говорю, победят американцы. Почему? Потому что у них есть в руках и политическое, и экономическое оружие. Какое политоружие вы должны помнить из истории. В 10- и 15-летней давности Алжир, Сирия, Ирак, ряд других ближневосочих стран. Это все мы проходили раньше. Думаю, память у вас свежая. Кому сейчас 30, 35, 40, 45 лет. А те, кто помладше, кому там 18, 20 лет, вы, конечно, не помните. Но такие моменты надо, конечно, учитывать. Это первое. Экономическое оружие – это тупо интеграция индекса доллар по отношению к другим региональным валютам. Я все веду к тому, что даже если ОПЕК сильно снизит добычу нефти в воскресенье, в виде нефтяной войны США, то нефть, она легко выстрелит на 90. Комедиан на полосе Бонжер. Но сейчас, сегодня и завтра, я ожидаю проторвовки нефти вот на этом эшелоне, в боковичке. То есть, в диапазоне 85-88 долларов за баррель. Так что, картина пока по ней прежней, сходя из того, что я озвучил вам вчера и, соответственно, позавчера. Что касается природного газа, здесь картина также остается пока еще прежней, но я хотел бы рассмотреть природный газ с точки зрения часового графика. Смотрите, картина следующая. Ну, во-первых, 4-часовой, часовой, дивергенции массивные, что я вчера опубликовал на нашем сырьевом телеграм-канале, ссылочку на которую можно найти в описании под каждым видеороликом в первом пункте телеграм-канала, в пункте Б, телеграм-канал про сырьевой рынок, на который вам также рекомендую подписаться. Там публикую мысли, аналитику, теханализы по сырьевому рынку. Нефть, газ, золото, сырьевой плате на палладе, медь и прочее. В этом случае можно торговать и зарабатывать. Соответственно, по природному газу цели Лангового области находятся ниже в диапазоне 6,60, то есть ЕМА-200. Газ постепенно к этим уровням будет тянуть. Почему? Потому что раздача позиционная, короткосрочная, она наблюдается по осциллятору RCI. То есть какая-то орда крупных участников рынка свои позы раздает. Поэтому Ланговость находится ниже. Эту Ланговость я держу также в приоритете, от которой буду принимать ланговые торговые решения. И по большому счету, тут сигнальчик уже постепенненько поступает, и мне это радует, потому что к данному инструменту, то есть к природному газу, к торгам, к нему, по отношению к нему, можно постепенно возвращаться. Что касается металлов, золото себе было платить на палладии, я еще раз повторю, что чем раньше, чем интенсивнее будет обваливаться американский доллар, индекс доллара, тем сильнее, тем экспрессивнее, не побоюсь этого слова, и интенсивнее, будем выходить по золоту к уровню 2000 долларов за унцию. И это будет шикарный плюсик к тому, что та же самая пара золото-рубль, она будет расти. Я еще раз напомню, что по паре золото-рубль моя средница находится в этом диапазоне 3255 пунктов, точнее не пунктов, а рублей за грамм золота. В принципе, она постепенненько растет. Да, я покупал ее ранее, покупал, естественно, я ее со спредом, то есть с небольшой комиссией в государственном учреждении. Думаю, знаете где? Оно такое зелененькое. Недавно сменивший бренд. Убрав слово банк, я оставил слово SBER. Ну, вы поняли. Вот, поэтому постепенненько, по этому инструменту выходим вверх. В принципе, уже 5,5% я плюсую здесь, но моя цель по большому счету находится вот здесь. Вот 4,400 и 4,600. По мере роста золота на факторе девальвации доллара, по мере девальвации рубля по отношению к доллару, этот инструмент будет расти. Я просил это к тому, что у нас сейчас проинфляционных рисков намного больше, чем это нам озвучит Центральный банк. И признаюсь честно, если я раньше к Центральному банку как-то прислушивался, то теперь я Центральному банку не верю, потому что балабольство намного больше, чем правдоподобная информация. И понимая, повторюсь, то, как устроена макроэкономика, биржевые механизмы, понимая то, в чем мы вообще сейчас находимся, а мы находимся сейчас тупо в структурной перестройке, и экономика российская, она да, будет видоизменяться. Абсолютно она будет видоизменяться, но она будет видоизменяться путем инфляционного шторма. Это неизбежно. И поэтому делать ставку только на рубль, я считаю, это не осмысленная ставка. Почему? Потому что если инфляция будет выходить за пределы нормы, ну, будет там инфляция в России, условно говоря, по 15%, по 20% годовых. Может ли быть такое в России? Может, поверьте. То рано или поздно об этой ситуации заговорит Центральный банк, там, экономичный правительство, о том, что, мол, нужно провести бы деноминацию. То есть я не говорю, что это будет сразу. Если вы начали паниковать, не паникуйте. Я лишь просто озвучиваю те мысли, какие мы в истории неоднократно получали. Потому что шоковая терапия в экономике, она неизбежна. То есть кто бы что вам не говорил, что, мол, вот мы сейчас все хорошо, это быстренько пройдем. Не пройдем мы все это быстренько. Мы это быстренько, кризис текущий могли бы, и всю текущую экономическую перестройку могли бы пройти, если бы все-таки бы Центральный банк, экономический блок правительства, принимал бы ровно те решения, какие я вам изучил полгода назад еще, и какие я изучил еще летом и осенью. Никто не принял этих решений. И поэтому пройти кризис быстро не получится. Мы года три его будем проходить, а эти три года, они будут ознаменоваться инфляционным выбросом, инфляционным штормом в рубле. Понимаете? И вопрос в другом. Как из текущей политической ситуации еще будем выходить, никто не знает. Будут ли снимать после текущей политической ситуации жесткие санкции страны России? Я полагаю, что какие-то снимут в любом случае. Но все ли снимут? Нет, не все. Снимут только те, какие бьют по западной экономике больно. Вот в чем суть. Но, есть ведь и череда тех санкций, какие бьют органические и стратегические по российской экономике. Вот их снимать-то и не будут. Поэтому я все веду к чему? К тому, что сейчас у России остались только несколько рынков сбыта. Это Ближний Восток, это Арабский регион. Ой, извиняюсь, это Ближний Восток, это Арабский регион и Юго-Восточная Азия. Да, все пошло ровно по тому сценарию, который я вам озвучил еще 24 февраля. То есть, карту я вам публиковал, презентовал, что будет регионализация России и прочее в этом духе. Это не позитивно, это на самом деле отчасти негативно, потому что лишились европейского, американского и прочих рынков сбытов в том числе. И поэтому поступления, так иначе денег в казну, они будут все равно уменьшаться, и Центральный банк все равно будет вынужден с Минфином работать в тандеме. Минфин выпускает облигации, ЦБ печатает рубли, отдает их банкам. Банки покупают облигации, ОФЗ, и деньги поступают затем после покупки облигаций в государственное казначейство. Эти деньги направляются уже по всем секторам экономики. И это все равно приводит нас к тому, что будет выброс инфляционный. То есть, при любом раскладе, особенно когда индекс бакса будет падать, и нефть будет расти в своей стоимости от сырьевых товаров, в России тоже инфляция будет расти. Представьте себе, такие стратегические материалы, как пиломатериалы, нефть, все сырье будет расти. Понимаете? То есть, мы получим и внутренний инфляционный шок, и потом внешний инфляционный шок за счет роста цен на сырье. Это неизбежно. И как при такой ситуации будет поступать центральный банк, естественно, они никак уже не поступят. Понимаете? Они, да, ставочку поднимут, но они инфляцию не собьют. Они даже не остановят такую ситуацию. Поэтому я говорю, что делать тупо ставку на рубль, это как-то, мне кажется, рискованно. Вот о чем речь. Потому что я понимаю, что ЦБ уже находится в тупике. Он не может принимать более лаконично монетарные решения. С какой стороны не посмотри, вот круг монетарных инструментов снижается, точнее сужается. Это большая проблема. То есть, повторюсь, мне как трейдеру, да, и вам как трейдерам, инвесторам, это необходимо учитывать. Вот к чему мы все идем. То, о чем я вам говорил еще 9 месяцев назад, когда вся эта эпопея началась 24 февраля. Поэтому по золоту рубль, да, будем ходить выше. Но то же самое, что и по серебру рубль. Вот по золоту, я еще раз напомню, что среднесрочные каналы все пробиты здесь. Как говорится, я вас поздравляю, это шикарно, потому что медвежий тренд завершен. Платина, то же самое, Паладе, то же самое. Ну, хотя Паладе в боковике еще торгуется. Я, смотрите, ведусь к чему. К тому, что по младшим таймфреймам сейчас золото штурмует 1780 долларов за унцию. В принципе, если пробой увидим этого уровня, то увидим дальнейший финальный вынос на 1820, то есть к верхней грани полосы Больнджер. Там откат, проторговка, а дальше будет зависеть напрямую от индекса бакса. В принципе, ниже стоящий уровень, не все ниже стоящие, естественно, не все, но часть ниже стоящих уровней отработали. По серебру, то же самое, часть отработали, но не все. Та же самая шляпа и здесь. Вышли на траекторию 2250, чутка выше выйдем, потом откат на ЯМА-9, потом проторговка, дальше на смартфон по индексу бакса. То есть, если индекс доллара, DXY, будет пробивать свой уровень месячного графика ЯМА-9 с выносом уже на 989, то все, металл, они будут просто выпуливать вверх. То есть, золото пойдет на 2000, серебро пойдет на 30, да, там платина пойдет на 1500 в такой ситуации. Поэтому, у кого поза есть, не шевелитесь, не парьтесь, не суетитесь. Что касается платина, та же самая ситуация, вот восходящий канал, в нем мы торгуемся. Цель отработка шипа 1800, извиняюсь, 1080 долларов за унцию. Палладий также на медианной полосе, но здесь имеется подобие двойного дна, поэтому деконвергент тоже имеет место быть, место к существованию. Соответственно, пока проторгуемся здесь, но я еще раз напомню, что в случае пробоя ЕМА-9 по месячному графику индекса доллара, Палладий резко вылетит на ЕМА-200 в 2080. Это первое. Второе. На нижней грани боковика, сейчас она торгуется, верхняя грани боковика находится выше. это 2200-2300. Поэтому такой четкий диапазон я вам все-таки рекомендую учитывать. Далее переходим на фунтовый индекс. Еще раз напомню, что по индексу ММВБ и по фьючу здесь имеется паттерн голова и плечи. Вот видите, на дневных графиках. Основание паттерна находится как раз на уровне 2125-2135 пунктов. Соответственно, нижестоящие уровни ГЭПов они здесь имеются. То есть, нижестоящий уровень ГЭПа находится на поддержке уровня 2155 пунктов, которые мы скоро будем с вами отрабатывать. Соответственно, сегодня я ожидаю проторговки индекса ММВБ на уровне на уровне точнее, не уровня, а в диапазоне 2171-2185 вчера, признаю честно, я тоже попытался поторговать российским рынком, но учитывая насколько он вяло вчера торговался, торги у меня как-то не задались. Вот. Но месяц закрыл, в принципе, более-менее неплохо. Опять же, торгую в рамках нашего платного телеграм-канала. Там я публикую все возможные идеи по рынку, именно локальные, краткосрочные. А на наших публичных каналах я публикую среднесрочные идеи. Вот. Поэтому при желании на наш новый декабрьский платный телеграм-канал вы можете подписаться. Соответственно, с точки зрения среднесрока, я еще раз напомню, в российский рынок входить рано, очень рано. Первая цель это ГЭП 2.155, вторая цель это работа ШИПа 2.125. И помните, двойное дно имеется, есть вынос, есть глубокая раздача с дивером и распределением вниз. Еще раз напомню, что нету пока никаких основополагающих драйверов для роста. То есть нефть не по 120, нефть не по 150. Санкции есть, СВО продолжается. Это не драйверы роста, это антидрайверы роста. Говорю простым языком, простыми словами. Что касается индекса ММВБ, точнее фьюча, он так же торгуется в боковике. В принципе, вчера на ночной сессии цена чутка вышла вверх, на верхнем границе боковичка. По ММВБ, как индексу, еще раз повторюсь, вроде как картина вам понятна, по фьючу отработали шип подсвечной на уровне 218-850. По утру будет локальный откат к уровню Яма-9, к уровню Яма-9. Но учитываем, что все эти макроэкономические факторы, озвученные вчера со стороны ФРС, они на российский рынок по большим счетам никак не влияют, ни косвенно, ни прям, потому что у нас своя игра, повторяюсь, своя игра. Вот так вот. Так что локальный откат по утру увидим по фьючу на ММВБ, ну и соответственно потом, когда рынок откроется, он откроется, скорее всего, микрогэпом. Микрогэпом вверх российский рынок. Ну, как оно бывает, в принципе, за дня в день. В общем, картина пока своеобразная очень. С другой стороны, индекс РТС и фьючерс на него также торгуются в боковике, в принципе, нижней грань боковика это у нас уровень 1125, верхний 1131. То есть, вот он проходит. Сейчас отрабатывается попутно свечной шип в данном диапазоне и, соответственно, по утру ожидаю локального снижения с дальнейшим выходом на верхнюю грани боковика. Кстати говоря, фьюч на РТС также вчера закрыл торговую сессию как ММВБ плюсом, поэтому по утру, повторюсь, да, локальный задерк не сожидаю, затем выходы вверх на боковом диапазоне. Но помним, что пара рубль-доллар она обречена на укрепление, там цель первая 62, потом цели будут 70, 75, 80, это неизбежно. И этот фактор будет давить тупо на индекс РТС. РТС, напоминаю, еще раз, это валютный индекс. То есть, смотрите, в чем прикол. Еще раз, у нас имеется большая передгэповая область 1131 пункт, это же верхняя грани боковика. Поэтому, чтобы ее пробить, нужен какой-то импульс. какой импульс нужен, тут я не знаю, какой импульс нужен. Тут, в принципе, если в моменте ОПЕК в воскресенье примут к сведению, ну и примут следующую политику о сокращении добычи нефти на, к примеру, 4 миллиона или 3 миллиона баррелей в сутки, да, то нефть пойдет на 90, повторюсь. Тем самым, в моменте рубль, он окрепнет в моменте на 1-2 торговые сессии, и РТС пойдет закрывать свой гэп. То есть, такой фактор еще можно учесть. Но принимать, опять же, торговые решения здесь, сейчас, на этом уровне, я бы лично на вашем месте бы не стал. Не стоит. Игра свеч. Далее. Рассмотрим также сейчас биткоин эфириум. Прогноз по биткоину я опубликовал 23 ноября на нашем также телеграм-канале. Указал здесь скриншот и указал стратегическое сопротивление диапазона 18 тысяч долларов за монетку. Соответственно, указал то, что тут имеется биткоин и конвергенция по РСА. Это чей-то набор позиций. Внимание! Еще раз напомню, что подписаться на наш телеграм-канал вы можете кликнуть на ссылку в описании под каждым видеороликом в первом пункте телеграм-канала пункт А телеграм-канал про рынок акций. Соответственно, крипта выстрела на сопротивление 17 тысяч 100 долларов. Смотрите, стратегическое сопротивление находится вот здесь 18 тысяч. Поэтому, если у вас поза по биткоин еще имеется, то я бы вам все-таки, опять же, по-добротному рекомендовал бы ставить стопы двигать их по мере роста. Либо со своей жабой договориться и забрать ту прибыль, которую вам рынок дает. сейчас в районе 5-6% от спекулятивного выхода цены из Яма-9 вверх. Тут уже решать непосредственно вам. Эфириум уже на линейном большом сопротивлении, на сопротивлении алгоритмическом Яма-50 уровня 1300 долларов за монетку. Поэтому выше пока не ожидаю, потому что большой навес продаж уже имеется, тем самым базовый уровень они уже так или иначе отработаны. Что касается S&P, здесь картина прежняя, то та, которую я изучу не первый день уже. У нас имеется клин формация, к верхней грани формации клин сна подошла. Смотрите, в чем прикол. Во-первых, принимать торговые решения здесь на этом уровне нельзя. Почему? Потому что, во-первых, индекс доллар торгуется на месячном графике. Поддержка Яма-9 105,5 пунктов. Это первое. Второе, если индекс бакс по этот уровень пробивать в ближайший день два, ну, может, три дня, пофигу, когда и сколько. Соответственно, на рынках активизируется риск он. Я еще раз напомню, то, что путы, опционы, да, на снижение S&P, они в гигантском количестве находятся. то есть толпа верят в падение в обвал американского рынка, соответственно, в обвал всех рынков. Я еще раз напомню, что мы давно уже в рецессии, не то, что вам эти горе-экономисты, горе-политики, горе-трейдеры говорят, что мы впадаем в рецессию. Мы уже, весь мир в рецессии, последние семь месяцев. То, о чем я говорил вам еще тогда, в конце предыдущей зимы. В рецессии ВВП все отрицательно во всех странах были. А теперь постепенненько из рецессии придется выходить как? ФРС будет ставку снижать и ключевую ставку, ой, извиняюсь, и процесс стимулирования QE запускать. Вот к чему все мы идем. Так что, если даже будете принимать торговые решения в пользу шорта в S&P, то шорт может только здесь рассмотреть, на 4200. Потому что, если даже индекс бакса упадет, пробив ЯМА-9 на месячном графике, цена вот сюда вылетит, проторгуется, упадет на ЯМА-200 к нижней грани своего клина, что на 5% будет ниже. И тут шорт можно будет откупить, но не сейчас. Нету сигналов, нету точки входа в позицию. По фичу на S&P та же самая ситуация. Вот один в один. По NASDAQ один в один. Поэтому не торопитесь. Кстати, пару мыслей хотел бы высказать по поводу металлургов российских. Вчера была пресс-конференция главы Северстали Алексея Мардашова, и он заявил, что российские металлурги экспортируют 40-50% продукции. И Мардашов добавил, что металлурги готовы разрабатывать решение, которое позволит повысить долю использования металла в строительстве, так как стройка может стать локомотивом роста всей экономики РФ. Стройка имеет в виду процессы реноваций. Реновации не только в Москве, но и в Петербурге, в других городах Российской Федерации. Это поддержало бы наполовую металлургическую отрасль и отрасль девелоперскую. Опять же, исходя из того видеоролика, который я вчера опубликовал вечером, и мысль озвучил, что застройщики металлурги пик, ЛСР, самолет, эталон, Северстали, МКН, ЛМКН+, когда покупать? То есть, я тут озвучил конкретно макроэкономическую мысль и макроэкономическую подоплеку того, что и точнее как будут девелоперы, застройщики существовать в ближайшие годы. Рекомендую это видео вам посмотреть так или иначе. Вот, и переходя к теханализу, я вот еще раз обращу ваше внимание на то, что Северсталь, та же самая в треугольнике, я бы не назвал каким-то набором позиций, я бы не назвал каким-то полубычьим трендом, нет. Просто запомните, что у нас имеются уровни, нижестоящие на отработку. Диапазон первого это 730, второго уровня это у нас 675. Видите, не отработанный свечный паттерн, они остались. И рано или поздно Северсталь будет отрабатывать путем снижения. То есть, есть формация двойное дно, есть вынос, проторговка, тест, проторговка и потом распределение сновой вверх. То же самое по ММК, один в один между прочим картину, и по НЛМК, и по ЕН+. Поэтому, к примеру говоря, брать здесь сейчас фланги я бы не стал. В принципе, чего я и не делаю. Локально имя торгать тоже пока я не торгую, но и среднесрочно соответственно пока тоже я их не беру в расчет. Ну, а потому что сигналов нету и соответственно какой смысл высасывать идеи из пальца. Что касается Газпрома Сбербанка, то в Газпроме ситуация пока еще неизменная. Я еще раз напомню, что компании будут доить на налоги большие дивиденды забудьте. Газпром потерял рынок сбыта в виде Европы, которым поставлял по 250-300 миллиардов кубометров газа в год. Китай этот рынок не заместит, поэтому давайте-ка пропаганду из бошек будем выдувать и стараться мыслить рационально и критически. компания вступила в большую фазу кризиса и, соответственно, компания будет доить на налоги. Про диву тут вообще можно забыть. Смотрите, у нас первая цель это отработка свечного шипа в диапазоне 161 рубль 85 копеек. Вторая цель линейная поддержка. Но, что надо помнить? Помните еще про этот шип, свечной шип. Это больной шип, это болезненный шип, который рано или поздно тоже придется хотя бы наполовину его отработать. Поэтому я в Газпром лично не лезу, не спекулятивно, не среднесрочно и просто если рынок сигнал свой даст в виде отработки данного шипа на уровень 161 рубль за акцию, я его взял бы только на отскок. Все. Только на отскок. И не более чем. Отскочил, прибыль в районе 3-4% получил, все, бумагу продал. До свидания. Пока такая стратегия. Жду, да, конечно, жду я его ниже Газпрома. Что касается Сбербанка. Здесь картина аналогичная. Двойнуха имеется про торгов как и по ММВБ. Цель первого снижения Яма 50. Это примерно как раз получается по ММВБ 2150 пунктов там где находится ГЭП. Так что Сберыч тоже потихоньку будет скоро выходить вниз. Я его по крайней мере ниже тоже ожидаю. И тут проходит нас ниже большая такая лонговая область, после которой можно будет бумажку залонговать, процентов 7-8 получить из нее и выйти. Я видеоролик про лонгов области российских акций запишу как-нибудь на днях наверное и уже опубликую. Но вообще подводя итоги анализы я мысли озвучу прежние. В принципе у меня среднесрочные позиции имеются в валютных и в провалютных активах. Это первое о чем говорю уже последний месяц неоднократно. рынок российский сегодня будет торговаться без излишней волатильности. Крипта по крепте ставьте стопы двигайте помироз либо вообще ее закрывайте в плюс пока такая возможность у вас есть закрытие в плюс 6-7 процентов. Тут уже надо вам со своей внутренней жабой диалог вести. По металлам пока побычимся порастем вот ну и картина показывается прежней неизменной основное движение в рынке будет только в понедельник после заседания ОПЕК+. В общем надеюсь обзор был максимально полезен. Еще раз напомню что у нас имеется череда медиаресурсов указанных в описании под каждым видеороликом в первом пункте наши телеграм-каналы пункт а телеграм-канал про рынок акций пункт б телеграм-канал про сырьевой рынок пункт в телеграм-канал про облигации сектор и сектор недвижимости. У нас также имеется в контакт группы и Яндекс.М поэтому на любые медиаресурсы я вам рекомендую подписаться так как информация которая выходит там задержка во времени поступает на ютуб но и помните что мы все обречены на прибыль лишь время грамотная стратегия наши главные союзники на этом все все вам доброго до свидания